Обзор Обзора Здравствуйте! С вами и вновь Обзор Обзора и его ведущая Виолетта Грейцун. На этой неделе, в 26 номере, вас ждут следующие новости. Как сообщил во вторник советник президента Литвы по вопросам внешней политики Нириус Алякси Юнас, Евросоюз на следующей неделе представит результаты стресс-тестов, строящихся недалеко от границы Литвы в Белорусском островце Белорусской АЭС. Стресс-тесты представляют собой испытания на предмет того, как станция действует в самых неблагоприятных условиях. Напомним, что Литва является главным критиком строительства станции в 50 километрах от Вильнюса и в прошлом году признала Белорусскую АЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и здоровья общества. Подробнее об этом читайте на странице 2. Обзор Обзора С 1 по 6 июля включительно в Вильнюсе будет проходить традиционный праздник песни. В этом году он посвящен столетию восстановления литовского государства, поэтому в его название вынесены слова из гимна Литвы – «Вардантос». Более подробную информацию о мероприятиях вы найдете на странице 3 и на сайте www.dainushvente.lt. Обзор Обзора Во время визита Папы Римского Франциска в Литву осенью в Вильнюсе и Каунасе планируется организовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Такое решение уже принято Вильнюсом, а Каунасский муниципальный совет рассмотрит это предложение на ближайшем заседании. Подробнее об этом читайте в статье «Папа поможет сэкономить» на странице 3. Обзор Обзора Как заявил глава парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель правящих крестьян Эугениус Йовыша, после введения штатной оплаты труда учителей в Литве, педагогам будет дополнительно выделено 95 миллионов евро. Правительство обещает, что после завершения согласования модели 1 сентября 2019 года, средняя зарплата учителя увеличится почти на 20% и превысит 1 тысячу евро до уплаты налогов. Подробнее об этом читайте на странице 4. Обзор Обзора По данным Министерства социальной защиты и труда, детские деньги уже платят на большую часть детей. Специалисты отмечают, что сейчас нет никаких проблем ни с подачей заявок, ни с выплатой денег. Сейм снизил до 18 лет возраст, с которого можно баллотироваться в Совет Самоуправлений или в мэры. Одно из самых красивых растений литовских озер – кувшинка белая. К сожалению, их количество снизилось из-за интенсивной сельскохозяйственной деятельности и животноводства. Поэтому растения находятся под охраной. Кувшинки нельзя рвать, топтать и уничтожать. За уничтожение этих растений грозит штраф от 30 до 580 евро. А на этом все. Счастья, здоровья, любви и благополучия. Читайте газету Обзор и до новых встреч! Продолжение следует...